Всем здравствуйте! Маиша, привет! Панюшка, приветик! Всем приветик! А у меня предновогоднее приготовление. Приветик, Ренат! Соня, привет! Бьюти-акула! Настюшек, приветик! Ну что ты начинаешь? Нет никакого разврата. Не знаю, какие-то люди. Ой, добрый вечер, Виктория! И снова здравствуйте! Итак, я знаю, что многие мои подписчики любят, когда я готовлю. Так вот, сегодня у меня предновогоднее приготовление. Я делаю заготовку к рождественскому кексу. Это будет кекс Данди и Штоллен. В принципе, приготовление сухофруктов для него идентично. Поэтому я их приготовлю вместе с вами. И, наверное, это будет исторический кадр, когда я сделаю вот так. Наверное, этого вообще никогда не случится. Я более чем уверена. Просто эти бутылки нужны мне именно для того, чтобы замариновать, назовем так, наши сухофрукты и орешки. Собачки всегда рядом. Конечно, без них никуда. Куда же я их дену? Это же дети наши. Всем добрый вечер! Итак, Штоллен и Данди. Штоллен это немецкая рождественская выпечка. Своеобразный кекс. В нем есть один минус, который мне не нравится. Мне не нравится его неопрятная форма. Как бы его не выпекали, получается какая-то своеобразная форма батона. Причем батона, который наляпали абы как и все. И притрусили сахарной пудрой. Это знаете, есть в инстаграме такая очень веселая шуточка. Типа, то, что подгорело, притруси сахарной пудрой. И все. И обычно так и делают. Нет, ну бывает, конечно. Сахарная пудра скрывает некоторые недостатки. Иногда она просто придает какой-то такой атмосферы. Снежочка. На нашей выпечке. Зато заботой. Какой заботой? Я потеряла нить логики немножко. Простите. Так вот, Штолин. Еще раз к нему вернемся. Его существует несколько рецептов. Один есть дрожжевой, другой творожный. Либо просто бездрожжевой и без творога, в принципе. Васька, привет! Привет! Сколько лет? Сколько зим? Хоть посмотрим. Друг на друга, скажем так. Я делала и творожный, и бездрожжевой, и дрожжевой. Ну вот как-то так все эти методы, как его сложить. Просто вот складывается тесто пополам, он как-то там поднимается. Я пробовала его и в форме делать, в квадратной. Ну, в общем, как-то вот что-то он мне не нравится, естественно. И Штолин, и Данди обязательно должны выдерживаться заранее перед Рождеством определенное количество времени. Упакованные либо в пергаменте, либо в пленке. Данди хранятся они не обязательно в холодильнике, что очень удивительно. Некоторые смущаются, что он может пропасть. Но нет, они не пропадают. Они, наоборот, напитываются, набираются сил, набираются запаха от сухофруктов. Именно от сухофруктов. Именно в этом и есть весь секрет. А Данди это датская выпечка. Это кекс. Он уже более воздушный, объемный. И вот как его не приготовь, он все равно получается очень воздушным и пропитанным. Добрый вечер, Игорь. Данди мне почему-то нравится больше. Да, Штолин интересный. Но почему-то, хоть он и напитывается тоже сухофруктами, но почему-то он как-то более твердый. Кто-то любит. Это, наверное, что-то схожее с итальянскими печеньками, которые подсушиваются. Бискотти тоже нарезается батон, а потом нарезается в виде печенек и еще досушивается. Ну вот что-то подобное. Вот что-ли, немножко суховат. И из-за этой сухости, возможно, бывает, что он крошится. И когда его нарезаешь, он получается не очень такой новогодний. Нет, это не мужчина в собственном соку. В принципе, пусть он варится там самостоятельно в своем соку. Я приготовлю кексы. Я люблю остановить прямой эфир. Мариша, привет! Я сейчас тебя буду соблазнять опять сладкой выпечкой. Я знаю, что ты скажешь, что ты меня не любишь. За то, что я готовлю сладкое на ночь. Танюша, привет! Да, опять еда на ночь. Глядя, почему-то меня пробивает готовить именно вечером. Утром я не люблю готовить. Наверное, все скажут, что вы точно готовите кекс. Так вот. Да, кекс все любят. Все любят кекс. Итак, мы открываем новую передачу не с Анфисой Чеховой. Все любят кекс. Мама Света, с днем рождения! От души поздравляем! Так, в общем, все собрались. Давайте приступать к приготовлению сухофруктов. Почему я готовлю их заранее? Занятие кексом на ночь глядя. Да, хоть три раза в день. Да, можно больше, пожалуйста. Употребление сладкого на ночь вредит вашей фигуре. А вот о том, о чем вы подумали, не вредит. Так вот. Для этого кекса я беру смесь сухофруктов. По своему уже опыту я готовлю их не первый раз. И поэтому я для себя что-то добавила, а что-то убрала из него. Много написано вариантов. Можете брать. Сейчас вообще... Простите, пожалуйста. Я не понимаю на этом языке. Ничего же не понятно, что там написано. Боже мой, Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, для кекса. Я выбрала для себя определенный список сухофруктов. Такие, как манго, папайя, киви. Мне не нравятся, потому что они подкрашены. Они подкрашены явно ненатуральными красителями. И когда их добавляешь в тесто, они немного красят его. Это прям химическая краска. Она мне не нравится. Не подходит нам такое. Из всего, что есть, можно выбрать цукаты из ананаса. Они нейтрально окрашиваются. Если из цветных, допустим, добавить, чтобы в разрезе все-таки красиво и интересно смотрелось. Это зеленые, желтенькие цукатики. Красные. Из ананаса самые прикольные. Они не самые дорогие по цене, но очень даже вкусные. Их дают приятную кислинку. Также я добавляю обязательно курагу, которую я нарезаю либо полосочками, либо кубиками. Особо мелкими кубиками я их не нарезаю, потому что в тесте, чем больше сам сухофрукт, он дает сок, он дает приятный вкус, когда его разрезаешь, кусаешь. И разная форма очень прикольно смотрится в разрезе. Обязательно изюм. Изюм как можно. Не обязательно выбирать самый красивый, светлый. Но лучше выбирать все-таки светлый, не прям золотой, а именно натуральный, вкусный, настоящий изюм. Естественно, все сухофрукты я советую брать без пропитки с сахарным сиропом. И точно так же, что там происходит, прикольный пиджак у вас, женщина, конечно, серьезно, женщина, практически повар. Есть такая профессия повар. Наверное, все помнят это видео. Очень смешное с мальчиком, с маленьким. Ну, как маленьким. У него такая ряха, она в камеру не помещается. Ну, он маленький был повар. Так вот, и я тоже повар. Продолжаем по сухофруктам. Изюмы курага без обработки сиропом. Самые натуральные. И они, к сожалению, в принципе, или к радости, они недорогие. Они дешевле остальных. Но даже если на них есть какие-то точечки, особенно на кураге, это самая натуральная, обычная абрикоса. Чистенькая. Ну, которая растет, скажем так, советская. Она имеет и сладость, и кислинку. Для кексов она отлично подходит. Да, в принципе, в употреблении, особенно даже если маленьким деткам, классно брать именно такую курагу. Вот, и обязательным пунктом в этих кексах я считаю добавление сушеной вишенки. Абрикоса! Привет, абрикоса! Ты самая красивая абрикоса. Как раз у нас тема сладкого. Ты вовремя присоединилась. Так вот, абрикоса, клюква и сушеная вишня. Добавляют красный цвет в разрезе. Очень прикольно смотрится. Маленькие шарики. Резать их не надо. Долбаться с нарезкой этих цукатов не нужно. Это отлично. Так, что я здесь еще добавила? Я как-то добавляла манго, сушеную клубнику. Ну, что-то мне как-то не очень понравилось. В общем, поэтому и обязательно орехи. Из орехов я добавляю исключительно миндаль. Курага! Курага, да, это в старости. Главное, чтобы не чернослив. Я надеюсь, я черносливом не буду. Я черная буду, конечно. А если курагу наколоть ботоксом и филлерами, это будет абрикоса. Скажем так. Нет, мы не будем... Да, мы будем молодые. Мы будем заспиртованные вишни. Алло, привет, Алёк! Да потому что ты уехала. Ты меня оставила. Я в прямом эфире, ты поймешь? Понимаешь, серьезность? Так вот. Для романтики процесса сделаем, знаете что? Мой любимый ритуал. Это аромасвеча. Немножко романтики. Что-то у нас будет очень романтично в эфире. Так, вот я поставлю свечу. Это не видно. Ну и ладно. Ну и ладно. Заспиртованные вишни. Итак, именно сейчас из-за спиртованных вишни. Так вот, все сухофрукты тщательно вымыть водой проточной. Потом обдать кипятком, пусть они постоят. Еще раз тщательно промыть под проточной водой. Хорошо высушить. Крупные сухофрукты нарезать. И так. Между прочим, в один кекс уходит... Да, Юль, я готовлю заготовочку на Штоллен и на Данде. Хозяюшка. Хэ, хозяйка. Да, я вернулась в свое любимое увлечение. Готовку в прямом эфире. На один кекс уходит практически полкилограмма, а то 600 и 700 грамм сухофруктов. Я, кстати, это без учета орехов делаю. Орехи я уже добавляю потом. Именно полный такой набор сухофруктов. Итак, посмотрите, какая вообще получается красота, собственно. Собственно. Целый набор сухофруктов. Вообще просто мечта. Особенно для тех, кто любит заменить всякие конфетки, сладости именно сухофруктами. Подходит вообще на ура. Ой. Это в прямом эфире, да? Я и бутылка. Ладно, чуть не уродила. Бутылки этой лет просто немерено. Чтоб вы понимали, на ней украинская акциза до сих пор. Это вот просто о том, что всевозможные ликеры я, в принципе, использую исключительно для готовки и для выпечки. Реакция. Это реакция боксера просто. Тут что-то падает, уже бам. Ловлю. Реакция. Так вот. Всё. Сделать. Боже мой, как романтично горит свеча. У нас с вами свидание прям. При свечах. Хоть где-то у меня будет свидание при свечах. Так вот. Вообще, по рецепту заливать сухофрукты надо на полчаса, на два часа. Каждый пишет по-разному. Я, как минимум, стараюсь заливать их на ночь. А то я такая могу закопаться. Они ещё там полежат. Сорвалась я цыган. Да. Вот. Я стараюсь подержать их подольше. Хоть здесь свидание. Свеча. Свеча горела на столе. Свеча горела. Для пущей серьёзности бутылка. Стакан. И всё. Вот такое вот свидание. Пижамная вечеринка. Если бы мы знали, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я просто... Вот все говорят какое-то слово «свидание». И я его говорю «свидание». Ничего не понимать, но я произносить это слово. Немножко что-то на иностранном. Да. И мы будем заспиртованные. Я же говорю, там, где алкоголь, надо киснуть подольше. Это не про меня. Это про сухофрукты. Шум в ушах. Не пойму. Что? Свишо? Свит... Свит... Дания. Дания. Какая-то свит... Дания. Ничего не понимаю, что ты говоришь. Спасибо большое. Легкое приготовление. Честно, вот кайфую от этого. От приготовления. Вообще, меня успокаивает процесс. Для всех это просто расхождение. Почему я готовлю? Почему я пеку? Не ем. Не, ну ем. Могу попробовать. Ну, как-то я так... Если вкусно, тогда да, я могу поесть. А я не могу невкусно готовить. Если это невкусно, я это выпрошу. И переделаю. Потому что моя душа будет неспокойной, что это невкусно. Я не буду это никому давать. Ну, бывают такие лаги. Бывают. Рецепт попадется просто кися-мися какая-то. Может быть... Может просто... Вообще, вот просто из... Не тех продуктов получается не так. И вообще продукты у нас остаются уже который год. Не самого важного качества. Найти супер какую-то хорошую муку. Очень часто, кстати, мука плывет. Давай мясо. Мясо давай. Да. Мясо уже было. Я мясо только вчера готовила. Баранину. Укусно. Укусно. Это был баранчик. Баранчик Шон. Бараны жизни нашей. Не добежал, поэтому у меня хорошая реакция. Я его бах и все. И в печку. Все говорят, что нужно оставлять подольше сухофрукты в алкоголе. Алкоголь это обычно коньяк. Кто-то пишет, что это должно быть вино. Марсала. Марсала, боже, что-то какие-то вот эти вот названия элитные скажут тоже такое. Я считаю, я считаю, что это должен быть выскарь, ликеры, ром. Кстати, мне очень нравится темный ром в шоколадной выпечке. Да, блин, это так круто. Он, в принципе, имеет какой-то такой очень интересный аромат. Опять же, алкоголь мне не нравится, в принципе. Я особо к нему равнодушна. Вообще полностью равнодушна. Но именно в этом ликере присутствуют такие ароматы. Вот почему-то именно шоколада для меня. Я так слышу. И когда с горчинкой какао, либо темного шоколада, добавляешь темный ром в пропиточку. Бимба! Просто, просто бимба получается. Так вот. Для меня секрет именно моих сухофруктов в том, что я добавляю совсем чуть-чуть крепкого алкоголя. Скажем так, чтобы их простерилизовать с более крепким градусом, чтобы они пропитались. Это ром или виски? Поэтому виски, я не знаю, но тоже лет и лет. Не знаю, сколько он стоит. А ром я, опять же, открывала, потому что мне нужно было на пропитку. Натусик, приветик! Приветик, добрый вечер! Я готовлю сухофрукты к выпечке Штолина или Данди. Вообще, я заранее выкладывала опросник, что испечь. Штолин или Данди. Ну вот, мне все-таки нравится на праздничном столе Данди. Он объемный, его можно красиво так украсить. Можно выбрать силиконовую форму, какую-то в виде цветка. Вот, собственно, и собаки проснулись. О, где еда, там мы. Они тоже вам передают привет пламенный. И ко всем этим крепким напиткам я добавляю по чуть-чуть ликеров. Это ликер апельсиновый, персиковый и кокосовый. Совсем немножко. Эти нотки очень интересны. Потом играют в кексе. Даже не сразу после выпечки. Вообще, эти кексы можно есть и сразу после выпечки. Они вообще отпадные получаются. Почему так придумали, что им нужно вызревать по месяцу, по два, по две недели? Но считается, что чем дольше он настаивается после выпечки перед Рождеством... Вообще, почему перед Рождеством? Конечно, перед католическим Рождеством. По европейским традициям они настаиваются именно перед католическим Рождеством. Это мы уже, в принципе, можем разрезать на наш Новый год, на наше Рождество. Ну, в принципе, все религии, каждому по вере их в любой праздник можно разрезать. Например, вот итальянские, как у нас, мы покупаем, нам очень часто привозят вроде бы Пасхи, это Панетон в коробках такие огромные. Их же используют как рождественские кексы, не только как пасхальные. Ну, Штолин, Данди, в принципе, вы можете точно так же приготовить в течение года и наслаждаться этим вкусом. Не знаю, мне они, особенно Данди, это такой более бисквитный кекс. Он даже не похож ни на бисквит, ни на кекс. Вот особый. Ну, больше все-таки к кексу, но он более воздушный. Мне он нравится сразу, даже после выпечки. Он пружинит спанчбоб. Очень классно от него пахнет. Мне очень нравится добавлять в него обязательно цедру лимона и сок лимона. Само тесто получается с приятной цитрусовой кислинкой, без горчинки. Очень классно. Так вот, добавляем постепенно ликеры. Это ликер персиковый. Вот эта бутылка, она очень тяжелая, она практически полная. Ее я привозила из Испании. И обязательно добавляю этот чудо-ликер в свои сухофрукты. Буквально по несколько ложечек. Почему? Несколько ложечек. Естественно, я не заливаю, чтобы тесто особо не разжижалось. Чтобы именно сухофрукты напитались, впитали алкоголь в себя, не были в воде, скажем так. Хотя весь алкоголь, даже если он останется на дне вашей посуды, потом, когда вы добавите его в тесто, он уже с соками фруктов, он будет похож на густой сироп, и он идеально смешается с тестом. И будет абсолютно нормально. Сильно тесто от него не течет. Алкоголь, естественно, испаряется во время выпечки. Выпечка происходит там около часа, поэтому, естественно, большинство спиртовых паров уйдет. Ну, конечно же, если в вашей семье есть детки, то, я думаю, это можно избежать. И не добавлять алкоголь. Если же это на стол взрослым, пожалуйста. Кстати, если деткам, я пропитывала просто сиропом. Я пекла на стол, там, где будут детки. И просто сиропы, которые добавляют в кофе. Добавила его. Немного водички. Фрукты постояли. Напитались запахом. Но, опять же, вы понимаете, с алкоголем какой аромат. Все мы тщательно перемешиваем. Также я люблю добавлять в выпечку, конечно же, специи. Это, наверное, будет отдельный процесс. Если хотите, мы снимем видео, как можно сделать пряничный домик. Блин, у меня есть такая классная форма для пряничного домика. Я ее покупала, и что-то у меня никак не доходили руки. Именно сделать пряничный домик. Один раз я делала очень прикольно. Из пряников прям не дом лепила, а именно такие высокие дома. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Кто присоединяется, мы готовим рождественские кексы. Действительно, чем бы заняться в субботу вечером? Понятно. Все мы тщательно перемешиваем. Напоминаю, у нас был ликер персиковый, виски, вискос для киски, ликер фокосовый, пару ложек Рома, Рома, Рома-Роман, и ликер апельсиновый. Мне нравится это сочетание. Вообще, вопросов по нему нет. Из-за того, что ликеры сладенькие, они не горчат, придают исключительно фруктовые нотки. Фруктовые и ореховые. Все мы тщательно перемешиваем. Воды нету, просто сухофрукты как будто обнимаются с алкоголем, сплетаются в единый союз и готовятся подарить нам танец божественных ароматов в нашем кексе. А кекс мы будем готовить уже, думаю, что завтра. мы настаиваем фрукты, сухофрукты и орехи ночь 12 часов, а то и более в холодильнике. Вот именно сухофрукты с алкоголем лучше все-таки настаивать в холодильнике, потому что уже отопление и вот эти вот забродившие фрукты нам не нужны в кексе, поэтому все же мы настаиваем в холодильнике. Не бойтесь настаивать кексы, потом после выпечки без холодильника кексы прячутся на месяц и более в сухое, теплое место. Добрый вечер. Там они выдерживаются и обязательно без света, естественно, не возле батареи, не возле духового шкафа и без попадания солнечных лучей. Хорошо, насухо заворачивайте эти кексы в пергамент или в пленку. Желательно исключить попадание воздуха туда. Конечно, при попадании воздуха они подсохнут, а так, когда они завернуты в бумагу, они сохраняют в себе и запечатывают весь аромат во время выпечки. штоллинг или данди? Что все-таки интереснее? Я буду готовить данди. Мне нравится формочка в виде цветка, сверху я поливаю глазурью, посыпаю цедрой, добавляю корицу иногда. Ну, кстати, в этот рецепт такие специи не добавляются, они больше... Вся фишка, опять же, в сухофруктах. А вот в имбирных пряниках, конечно, класс, так пахнет. Аромат на всю квартиру, на весь дом. Очень круто пахнут прянички имбирные. Ну вот, у нас все готово. А как вы готовитесь к Новому году? Вы уже поставили елку? Я елку поставила. Везде елки поставила. Гирлянды повесила, елки поставила, в принципе, даже зеленый горошек купила. Все есть. Оливье быть в этом году? конечно. Шуба с лососем и авокадо. Оливье тоже, в принципе, можно заменить картошку скучную. Вместо колбасы. Кстати, кто готовил классический советский, вообще просто старинный рецепт Оливье с раковыми шейками. Очень прикольно. Конечно, ну, это просто прикол советский, что Оливье с колбасой. А так можно с говядиной, с языком. Оливье, я слышала, и с рыбой, и с креветками. Можно с чем угодно. Что вы будете готовить на новогодний стол? Я вернулась. Что все будут готовить на новогодний стол, или что бы вы хотели увидеть на новогоднем огоньке дома? Естественно, самый заветный это завтрак первого января. Потому что с чего вы начинали ваш путь занятия йоги? С первого занятия, с того, что я туда пришла, естественно, я пробовала все виды растяжки. это уже новомодные, скажем так, стрейчинг, пилатес, йога, это уже очень древнее искусство, это древние практики. Это очень интересно. Я абсолютно не жалею, что я сейчас обучаюсь более глубоко искусству йоги. Это очень интересно. Мне не хватало именно систематизированных каких-то знаний, исторических, подробных деталей, какие бывают. Удачный заехал. Так вот, продолжим про йогу. Это все очень прикольно. Очень много практик медитативных, практик дыхания, опять же, физических упражнений. Это все настолько классно. Мы только сегодня говорили о том, что для начинающих есть такое понятие, как первый раз неосознанно забежал на занятие йогой. ты не понимаешь, что это еще тяжело, ты не понимаешь, как отстроить асаны, как дышать, как себя вести, в каком находиться состоянии. это все приходит исключительно с постоянными регулярными занятиями, и только потом начинаешь понимать. Стоит попробовать. Я считаю, что каждому человеку найдется в этой жизни вид спорта. Просто это хобби, можно заниматься несколькими видами сразу. Не обязательно, что вам это подойдет. Да, это универсально. видов йоги тоже очень много. Йога терапия, суставная йога, это для начинающих, для тех, у кого есть какие-то физические ограничения, болезни, вы тоже можете для себя найти в йоге определенные практики. Не обязательно выполнять со всеми очень тяжелые занятия. Честно, вот даже опытные йоги не могут все выполнить, все сделать, но главное в любом деле это выполнять все в удовольствие, во благо своему телу, здоровью и внутреннему состоянию. Я начинала, лично я начинала пробовать йогу, наверное, еще. Просто приходила точно так же на занятия в клубе, это были групповые занятия, опять же, просто забегала в качестве растяжки после тренажерного зала. После тренажерного зала это очень тяжело, потому что мышцы сокращаются, мышцы забиваются, связки становятся более крепки, и растянуть их на йоге намного тяжелее, чем просто, если постоянно регулярно практиковать ее, естественно. но не практиковать тоже нельзя. Это здоровье нашего позвоночника, здоровье нашего тела, поэтому надо пробовать, просто надо пробовать. Как говорят древнейшие йоги, ты сейчас стоишь на гвоздях, вообще честно, я задумываюсь о приобретении гвоздей домой. Чего я задумываюсь, я хочу, я обязательно это сделаю, я даже не задумываюсь об этом, я просто сделаю это немного позже, потому что сейчас чуть-чуть другие планы, обязательно буду стоять на гвоздях, почему вот вообще, я сразу думала, что я буду делать это обязательно на кухне во время готовки, потому что я могу самостоятельно встать, опереться, хотя последний мой опыт, это не последний, как говорится новомодное слово крайний, не последний, я не суеверная, меня очень сильно раздражает слово крайний, как говорят учителя, преподаватели русского, филологи, крайний бывает только север и плоть, и стоящие в очереди, это был ближайший мой опыт, стояние на гвоздях, это был час, мне абсолютно не нужна была поддержка, чтобы где-то опиралась, просто так случилось, просто мне так захотелось. о святой сергий, я заряжаю всех на успех, приложите голову к экрану, я приложу вас к груди, конечно, заряжаюсь, сережа, а ты заряжаешь на позитив, на улыбку. Боже, как я люблю советчиков, где мне посмотреть и что выбрать, вот, вообще, советчиков люблю, вот, спасибо, конечно, я никогда не додумывалась посмотреть в интернете, никогда, чтобы я без вас сделала, очень много мастеров по изготовлению садху-доск, они изготавливаются абсолютно из разных гвоздей, из разного материала, с разным шагом, выполняются с какими-то элементами, с гравировкой, снаружи, изнутри, просто посмотреть на вайлдберрис или озоне, просто неинтересно, ну так нельзя, ну это что-то же прикольное, что-то особенное, можно взять, есть такие доски и гвозди, которые от обработки антисептиками, они просто начинают, сейчас, простите, я читаю тут, наявитесь, нужными гравировками брал, на авито тоже выкладывают мастера, на авито везде есть, куча страничек, я бы взяла уже те, которые просто я пробовала, я видела очень красивые, мая гуру лилия скидывала мне такие красивые гвозди, конечно, они по цене, просто космические, но они с драгоценными камнями, правда, очень прикольно, почему с драгоценными камнями, я объясню, они выполнены под ступню и в определенных точках прям размещены камни, которые соответствуют расположению по проекции на ступне определенному органу, и этот камень влияет именно на то, чтобы прожать эту точку и воздействовать на определенный орган, это очень прикольно. Как выбирается камень, по какому типу, какой орган, есть также понятие, как связь чакр с органами, у нас есть 7-8 чакр, одна даже выше нас, и они имеют проекцию к внутренним органам, каждая из этих чакр имеет свой цвет, их легко очень просто их запомнить, они по цветам радуги, это очень прикольно, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, наверное, все это в детстве учили, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, также в чакрах синий, голубой и фиолетовый, именно такие проекции имеются у нас по чакрам, так вот, гвоздестояние, это уже пришло чуть позже, опять же, девочки в нашей студии мне это показали, это сейчас очень модные практики, сейчас очень модные, каждый находит для себя определенное применение этим практикам, кто-то верит в исполнение желаний, кто-то прорабатывает какие-то блоки, страхи, опять же, боязнь боли, боязнь выхода из зоны комфорта, это тоже прорабатывается на гвоздях, так как угодно, вы знаете, чтобы побороть страх, нужно посмотреть ему в глаза, как говорится, страх высоты нужно побороть только на высоте, а не стоя внизу, так вот, наверное, с гвоздями, в принципе, я считаю, что страхи все такого плана физически абсолютно обоснованы людьми, потому что есть у них немножечко мозгов, множечко, и присутствует все-таки инстинкт самосохранения, в принципе, бояться чего-либо какого-то физического воздействия, упасть с высоты или утонуть в море, или что-то еще, это адекватно, это нормально, и иметь такие страхи, это абсолютно правильно, нужно себя беречь, любить и ценить, потому что все мы живем ради чего-то, ради кого-то, и ради себя. Валера, добрый вечер! Валерочка, мы, кстати, разговариваем о йоге. Очень много вопросов про гвозди и про практику. Так что, Валера, надо становиться на гвозди вместе со мной. Вот правильно вы мне посоветовали, я могла бы сейчас просто на них стоять и разговаривать с вами, я в следующий раз обязательно так и сделаю. Кстати, некоторые говорят, что во время практик, особенно с проводниками, есть такое понятие в воздестоянии как проводник. Я считаю, что это своего рода психолог очень хороший. Проводника в тот мир не существует в этой практике, допустим. Это проводник исключительно к тому, чтобы вы встали и ответили себе на какие-то вопросы. Для чего вам это надо? Просто стать на гвозди не получится. Нет, получится. Вы можете физически просто на них встать и стоять. Но сама практика гвоздестояния предполагает определенное намерение. Вы должны подготовиться к этой практике и выбрать для себя цель, с которой вы хотите встать на них. Можете стоять, думать, вспоминать о будущем, о прошлом, в чем вы хотите. Мечтать, ставить цели, можете проработать свои ошибки, которые вы в первую очередь не можете простить себе, людям, окружающим. Естественно, если вы когда-то сталкивались с психологией, увлекаетесь, то в первую очередь у людей прорабатываются травмы детства. Все в нас заложено именно с детства. Я смеюсь не потому, что они у всех есть, а потому, что у меня уже есть шутка. Все пошло из детства. Так вот, вы можете эти все травмы себе продумать. Кроводник нужен для того, чтобы раскрутить эту ниточку, логическую цепочку, чтобы вы пришли к тому, что где-то в вас закопано. Все мы примерно плюс-минус одинаковые. Все мы чувствуем, все мы любим, все мы боимся, все где-то обижены, где-то расстроены, и поэтому практики направлены именно на достижение собственных блоков, которые пошли из детства. Вообще мог какой-то мимо проходящий человек в детстве что-то ляпнуть, и это на всю жизнь останется для вас какой-то травмой, или обидой, или вы запомните это что-то вот такое. Поэтому вот эти люди, ляпающие языком своим черным, пожалуйста, полощите свой рот святой водой, когда вы вообще его открываете лишний раз, когда вы что-то говорите. Потому что бумеранг существует не только в Инстаграме, поверьте, он существует в жизни, потому что всё, что вы ляпаете нехорошее, возвращается именно вам. И в принципе это исходит из вашего рта, души, сердца и головы. Поэтому вот эти все травмы это не про сверхъестественное исключительно. Нет эти гвозди. Вообще можно в принципе забыть, что у тебя там ноги стоят на гвоздях. Ты наверное настолько отключаешься в проработку своей психики и подсознания, что в принципе уже забываешь о гвоздях и сколько ты на них стоишь. Естественно физическую боль никто не отменял, у всех разный порог чувствительности к вам могут прикоснуться ногтём и вам уже больно. Могут поставить на гвозди и в принципе ты уже привыкаешь. Поэтому нужно определить намерение для себя с какой целью вы хотите встать. Я исключительно считаю, что проекция на ступнях внутренних органов влияет на организм, а для подсознания, для психики это помечтать, подумать о хорошем, вспомнить какие-то хорошие моменты. Если больно, приключиться в какой-то другой воображаемый мир, хороший, визуализировать себе, в другом месте, в хорошем, там, где тебе не больно, там, где тебе хорошо, и очень быстро отпускают, очень быстро. Опять же, помогают практики дыхания. Нету этого учащенного дыхания, чем чаще вы дышите, тем вам больнее. И вообще считается, что чем реже мы дышим, тем дольше мы живем. Каждому человеку в понятии йоги считается, что дано определенное количество вдохов и выдохов. Поэтому, чем реже мы дышим, тем дольше мы живем и сохраняем молодость. Вдохну глубоко. Гвозди кайф, честно, кайф. Всем привет! Гвозди кайф, йога кайф, все кайф. Все пробуйте, обязательно делитесь впечатлениями. Вот как-то мы плавно из новогоднего кекса перешли в йогу. Светулик, привет! Вот, кстати, у нас была тема йоги. Вот все мои йогини, богини и наш гуру йоги подключился к нам в прямой эфир, был с нами. Вас всех очень люблю. Всех целую, всем хорошего. Ручку и блокнот записываю каждый шаг кекса. Кекс будет завтра. Если хотите, я выложу обязательно, какие продукты нам нужны для приготовления. Штолин и Данди будут уже завтра. Я все-таки склоняюсь к Данди, к тому, что я их сделаю один большой, несколько маленьких кексиков. Да почему бы их и не съесть прямо сейчас? Ну, не мне, не мне, на Новый год еще. Как говорит наша Лиля, надо еще влезть в платье на Новый год. А как и люблю говорить я, в тренажерном зале и спортзале есть периодичность спортсменов. Это готовятся к Новому году, худеют после Нового года, готовятся к 8 марта, потом подснежники, которые приходят весной и готовятся как бы к лету, но потом они вспоминают, что ой-о, Пасха же будет, мы же еще на шашлыки-то на майские не ездили. Они еще до майских праздников немножко кушают, там они неделю затяжного наедания шашлыков, свининочки происходят, потом эти подснежники уже подзабивают к лету, летом естественно, но уже не успел к этому, ну ладно, похудею к следующему. Иногда немножко осенью, потому что хандра уже скучно, и опять же осень переходит к Новому году влезть в новогоднее платье. Вот такая цикличность у нас спортсменов. Сейчас буду как гуру йоги и скажу, что йога навсегда ван лав круглый год. Кстати, есть очень классные комплексы йоги перед сном, они успокаивают нашу нервную систему, и очень хорошо практиковать охлаждающее дыхание. Поэтому ловите дзен, ловите рецепт, я вас всех обнимаю, готовьтесь к Новому году, хорошего вам предновогоднего настроения, всем пока! комментария, смотрите, я из proxim book едино當 совп released в подобном afa being ст Deep grease